Начало вот, а конец вот. Значит ли это, что решение этой головоломки... Всем хай! С вами Юджин и друзья, у меня к вам один вопрос. Видели ли вы когда-нибудь игру, которая сделана специально, чтобы поржать над другой игрой? Я вот чё-то таких не припоминаю. Да, я видел, как заморачивались люди и делали игры, которые высмеивают определённый жанр. Но вот чтобы сделать целую игру, чтобы высмеять конкретную одну игру, это впервые на моей памяти. И сегодня мы будем с вами играть в такую игру. Вот, ну, вспоминайте. Я думаю, что олдовые подписчики тут же узнали, что здесь речь идёт об игре The Witness. Та самая прекрасная игра The Witness, которая запала нам всем в душу. Вот плейлист для всех, кто ещё не знает, что это из игра, или просто хочет освежить воспоминания, поностальгировать, посмотреть эти прекрасные прохождения. Я вам всем советую это пересмотреть обязательно, прежде чем погружаться вот в этот конкретный видос. Потому что здесь будет чисто стёп на The Witness, и больше ничего, я так понимаю. И чтобы понять все приколы, и просто смотреть тупо, как я ржу, не понимая, с чего я ржу, вот. И знаете, чем вам понравится прохождение моё The Witness? Тем, что поначалу мне игра вообще не нравилась. Но постепенно я начинаю её прям обожать. И, видя, как я её начинаю обожать, вам будет кайфово смотреть. Потому что вы будете прям через меня проникаться этой игрой, и она того стоит, обещаю вам. А эта игра называется The Looker, или Смотрящий. Нет, Смотрящий как-то прикольно звучит. Зыритель. И вот, собственно, мы в Зырителе. И начинаем точно так же, как и в той игре The Witness. А мы можем пойти туда. Давайте пойдём вот туда. Опа! Что? И тут же здесь угорают, поскольку в оригинальной The Witness не было музыки. Только когда я её добавлял в прохождение. Посмотрите прохождение. Что? Общечка! Чё вы угораете? Патроны! Да, да, вы прокоцались, видимо, когда-то. Solve to delete save file. Нажмите, чтобы удалить save file. Это весь прогресс сотрёт. Ничего не понимаю. О, вот, карандаш какой-то появляется. Так, ладно, валим отсюда. Я не знаю, для чего нам это нужно всё. Для чего нам нужны патроны. Мы, например, какой-то пушкан найдём жёсткий. Собственно, друзья, эта игра обещает быть очень простой. Она, на самом деле, сделана с заботой о людях, о рядовых игроках вроде нас с вами. Понимаете, если вы чувствуете, что вы слишком тупой для The Witness, а игра сложная местами очень, которая требует, знаете, чтобы вы опознали её как следует. Эта игра для максимально тупорогих, как я. Если вы не можете пройти The Witness, пройдите эту игру и получите, ну, как бы, вроде то же самое, да? Итак, старт и конец. Чё? Да. Меня так это смешит, какое-то ребячество внутри вызывает, потому что в оригинальном The Witness чувак закрывал глаза именно, а этот просто прикрылся себе их рукой. И такой звук он издал, как будто он понюхал своё дыхание. И оно омерзительно. Итак, как нам выйти? Мы рисуем здесь или здесь? Старт, конец чего? А, я понял. Короче, мы должны от начала прорисовать линию, как мы хотим. Да, и таким образом мы решаем загадки. Прекрасно. О, вот эта загадка посложнее. Итак, начало вот, а конец вот. Значит ли это, что решение этой головоломки потрясающе мы смогли? Мы прошли. Далее у нас очень сложная загадка. Всё на усложнение идёт. Игра решила убедиться, что мы точно усвоили, как решается. Офигеть, они сделали графику прям почти что точь-в-точь. Вот зачем заморачиваться настолько сильно, чтобы поржать над игрой? Неужели игра им настолько, думаю, нас не понравилась? Или они посчитали её претенциозно сильно? Кто его знает? Оп, оп, смотрите, да. Здесь же тоже должны быть всякие визуальные загадки. Когда одни предметы будут превращаться в другие, зависимости от ракурса. Вот я уже здесь знаю, что точно будет буква И. Но нам нужно смотреть вот оттуда, где повыше. Окей, давайте решать все головоломки, которые мы сейчас найдём. Ведь нам нужно... Ой. Отсоединить, наверное. Или хрен знает. Погодите, а если я вот отсюда могу сделать? Я слишком усложняю себе задачу, когда можно вот так решить. О боже мой. На самом деле это не то, что даже Стёп над The Witness. Мне кажется, наоборот, похвала The Witness, так как, знаете, современные игры, по большей части, стараются очень уж быть доступными для игроков. И поэтому самые щадящие условия предоставляют для них, чтобы ты сыграл с комфортом. И, наверное, вот суть данной игры. Зритель, зыритель, точнее. О, посмотрите, видите, огромнейший, просто гигантский аудиожурнал, чтобы было прям суперлегко найти. Не то, что те. А, давайте, старт. Итак. Кубло Хан получил красиво украшенное письмо, подписанное Марко Поло. В Мадриде, городе пропавших вещей. Ни один предмет не останется там, где он был оставлен. Если кто уронит свой ключ в грязь, он никогда не сможет вернуться в свой дом. И даже если он сумеет поднять ключ, он может подняться и увидеть тюльпановое поле на том месте, где стоял его дом. По какому-то странному обычаю, вещи, потерянные другими, навсегда меняются. Карманы и часы на кофейном столике. Светлое воспоминание в вашей памяти. Я даже знаю принца, который оказался в тюремной камере. Когда он обратился к охранникам с требованием освободить его, ему не удалось найти корону на голове. И когда его спросили, как его зовут, он порылся в мыслях, но не сумел вспомнить. Очевидно, единственная надежда на освобождение для этого испанского принца, это чтобы вы отправили 300 дукатов за его освобождение. Конечно, он вас щедро вознаградит, как только освободится. Искренне ваш, Марко. Кубикон поднял бровь и объявил перед всем судом. «Эй, все! Похоже, нас вот-вот разорвет парень, который обращал золото в бумагу!» Придворные разразились громким смехом. Итала Кальвина. Невидимые города 2. Но в этот раз их видно. Да, они прогнали пургу. Несу светится полную. Это их ответ на уитнесу. Понятно. О, здесь сразу два решения. Вот так. А как здесь? Может быть, вот так? Что? Не может быть, это не работает. Как понять? Так, так. Я понял. Все, что не в прямоугольнике, не является решением. Понимаете? Не является. Все, как нам выйти отсюда? Только то, что в прямоугольнике. Это загадка. Туда надо решать. В ту сторону, в тот прямоугольник. Смотрите, вот. Охренеть можно. Вот это будет сложно решить, скорее всего. О, как я так смог? Час прошел. Я просто склейку сделал. Я час искал решение. А вот так можно сделать? Нет? Нельзя. Надо просто соединить обязательно вот эти вот линии, да? Что? Секунду. Как так? А вот так? О! Не все решение решает. Нашу решаемость. А вот здесь как быть? Прикиньте. Тут вообще сложно. Где-то здесь есть какая-то брешь, мне кажется, которую можно зарисовать. Не может быть. Мы застряли? Я чувствую себя тупым даже вот в этой игре. Не может быть такого, чтобы эта головоломка не решалась. Вот мы начали от старта. И пошли назад. О! Видали? Можно на проводах прям рисовать. А-а-а-а. Это же интересно. Вот! Мы просто зарисовали провод. Это даже прикольно. Мне понравилась эта загадка. Такая, знаете, выходит за пределы самой себя. Это интересно. Итак, а вот здесь напрется все-таки реально пройтись по лабиринту, я так понимаю. Ибо у нас нет другого выхода. Они усложняют концепцию. Нет. Надо было изначально вот так пойти. И вот сюда. Ой. Ты же не знаю. Нет! Мы неправильно пошли. Нет, опять неправильно. Да чтоб тебя. В этой загадке вообще есть решение? Или я тут фигню как-то занимаюсь? Я победил, кажется. Да елки зеленые. Трудно! Что не так? Что, блин, это... А, вот. Есть. Соединили. Окей. А здесь что? Какой-то шкафчик. Открыть можно? Нет. А здесь же нету даже слова end. Бип. Он сказал бип. Он сказал бип. Еще раз. Когда я от старта до старта сделал, был какой-то бип. Какой бип? Тут что-то важно, да, скрыто? Окей. Что, если мы просто не видим, как старт... Это тепло-холодно. Бип. Бип. Окей. Меня же пугает. Бип. Ты почти там. То есть бип. 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 Да я же здесь. Бип. Бип. Да я тут. Бип. Нет? Бип. Ооо. Он даже расстроился немножко. Бип. 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 Да какой фига. Бип. Бип. О, по-моему, издевается надо мной. Вот здесь? Вот здесь, да? Бип. Да? Бип. Да что за... Бип. Ооо. Бип. Мы так близки. Бип. Бип. Ну, я понял всё. Я понял, где это находится. Да не расстраивайся. Всё, я здесь. Ты так близко. Бип. Да, 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 да. Отлично. Вот это сложно. Здесь уже какие-то буквы, которые, по сути, на первый взгляд, ничего не значат. Но вдруг это означает старт и конец. И почему старт, но не финиш, а именно конец? Смотрите, ещё одна запись, очень важная. Рисуем. Через множество рождений. Я удивлялся. Снова и снова. В поисках, но тщетных. Лучших сделок. 0% APR на сертифицированные автомобили премиум-класса. На грузовике сжёща пьяного морпеха. Приходите в Майкс Премиум, где мы делаем всё, чтобы порешать любой вопрос. И всё? Класс. Мне очень понравилось. Интересно, мы пройдём эту игру за один выпуск или за кучу? Опа, смотрите! Жёлтый ящик сжё... Ну, куда он будет высовываться, интересно? Там должен быть такой лазерный луч. Нам нужно наверх. Обязательно нужно наверх. И вот там ещё одна загадка должна быть. На основном я хочу посмотреть. Но вот эти буквы, они должны превратиться в буквы. Видите, там S, что-то I. Что-то туда-сюда. Ой. Ой, я не могу никуда дальше пойти. Вот ещё один, кстати, ящик. Он что-то шумит, как тварь. В отличие от тех ящиков до этого. Сразу видно, там какой-то серьёзный механизм находится. Оп, смотрите, дырка. Или мы оттуда пришли? Мы пришли же оттуда, боже мой. Вот, шахматы. Шахматы. Можешь это нарисовать? Нет, нельзя. Стоп. Чё-то видно, чё-то видно. Подсказка. У тебя получится. Спасибо за подсказку. А это что такое? Не входи. Спасибо, что... Спасибо за понимание. Но я же хочу войти. А я не могу войти. Как ты мне... Как... Смысл вот этого вот запрета, если я всё равно не могу, если и так очевидно, что я не могу тут ни с чем взаимодействовать. А тут у нас что? Ооо, ещё одна подсказка. Проходи. Не смотри на меня. Это какая-то пьянствующая подсказка, которая никому не нужна. Ты меня слышишь? Я всего лишь ржавый кусок металла. Ты не захочешь со мной связываться. Но я хочу с тобой пообщаться. Ну хорошо, хорошо. Я расскажу тебе свою историю. Давай, расскажи историю. На дворе 8 июня 47-го года. Серое утро, слегка туманно. У меня была своя практика. А я чувствовал себя выше космонавта на стремянке. Рассказывай, расскажи. Мои подсказки были тонкими. Очень тонкими. Про меня тогда говорили. Старая добрая кнопка подсказки. Его подсказки неуловимые горностая. Потом они бросили меня в урну. Но без причины. Настали жестокие времена. При всем моем уме я не мог заработать даже цент, чтобы купить себе кофе. Я использовал веревку, чтобы затягивать брюки. И брюки, чтобы завязывать свои туфли. Справлялся я как настоящий мужчина. До тех пор, пока, когда я спер носки с камина, я увидел свое отражение на дне бутылки с паленым виски. И осознал, что я должен сделать то, чего никогда не делал. Я подсказал самому себе. Вот такой я. Я был обычным городским ворчуном, который мечтал быть старым сэндвичем. Теперь я просто еще один неряшливый джоу. Возвращайся, когда будет, чё. Когда-нибудь что-нибудь я тебе принесу, дружище. О, сколько ты уже выпил. Может тебе хватит. Может тебе хватит, и ты станешь нормальной подсказкой. Ну да, конечно, завязывай с подсказыванием себе. А то это как-то одиночеством попахивает, что ли. Итак, давайте попробуем, может быть, эта подсказка что-то скажет клевое. Я верю в тебя. О, спасибо. Ну-ка нормально давай. Это все ты. Да, давай. Пытайся снова. Да, она сложновато. Но ты справишься. Да. Может быть, ты не сумеешь. Может быть, ты слаб. Может быть, ты тупица. Тебе должно быть стыдно, но ты продолжаешь приползать, как хныкающий теленок моей натертой сиськи. Ты жалок. Да. Я жалкий. Я жалкий. Ты сможешь. А. У меня биполярка кажется у этой кнопки. А, посмотрите, здесь можно рисовать. Так, 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 так. Стоп. Стоп. Это старт. Сейчас мы что-нибудь соединим с чем-нибудь. И что-то получится. Есть! Что-то я с чем-то соединил. О, здесь рыцарь бра в охране. О, стрёмно, это стрёмно. Это как-то жутковато. Зачем здесь такое? Зачем? Меня пугаешь. Двери закрыли, да? Дверь, что ли, зак... Какой-то хор начинается. Ладно. Это будет... Ой, я кровью. Ой, я кровью. О, боже мой. Нет. Здесь мы не можем, да, рисовать? Только если вот... Может быть, вот так вот соединить кровью, да? Всё. Да, 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 да. Мы вот так можем. Мы так можем. Есть. Сзади тебя. А-а-а-а. О-о-о-о. Я бежать не могу, кстати говоря. Куда рыцарь делся? Да. Я из-за хорошего, что я взял патроны. Ну всё. Теперь эта игра добротный шутан. Вот чего не хватало в The Witness. Нормального такого элемента шутерского. И хоррорского. Ишь. А-а-а. Хорошо. Я убил? Я убил, тебе кажется, да? Дорогой, пожалуйста, не тро... Спасибо. Я, короче, убил его случайно. Ладно, у меня ещё патрон здесь есть. О. А, как мне? Просто нахрен вышибить, точно. Всё. Мы прошли эту часть. О-о-о. Где мы? Комната разработчика. Вот, видите? Бананчики, фрукты различные. Так. Очень оригинально. А. Окей. Надо больше красного, наверное. Ему нужно больше, чтобы было прям дофига красного, да? Неплохо. Но в то же время перебор с красным. Слишком... А. Слишком красно ему. Ему, блин, слишком красно. А вот так тебе нормально? Нет. Давай добавим петли сюда. Больше... Больше петлей. Хорошо. Давай вот так. Оп. Сколько? Лупс. Несколько петель. Давай вот так. Просто добавь больше петель. Больше лупсов. Хорошо. Лупа, лупа, лупа. Закрашивая край холста, ты выглядишь отчаянным. Давай снова. Да, я отчаялся уже. Я не понимаю, что тебе надо. Давай вот так, типа, кудрявый волос. Ну, теперь слишком много петель. Раз, два, три. Есть! Ему три петли нужно. Сволочь. Ладно. Хорошо. Смотрим. Слушаем. Представьте, что гравитация фрактальна. Потому что свет — это просто волна, и гравитация — это просто волна. Итак, представьте, что есть большой кусок стекла, что разделяет гравитацию как призма. Так что получается, типа, голубая гравитация и желтая гравитация. А потом кто-то попал под красную гравитацию, и это делают их сверх тяжелыми. Так что у них есть суперсила. Ну, типа, они в то же время очень медленные. А еще одного парня ударила микроволновая гравитация. Так что он пытается бить всех током. И прямо перед тем, как он собирается шарахнуть главного героя, мы видим девушку. И она оказывается ультрафиолетовой девушкой. И у нее суперскорость, поэтому она побеждает его. А еще оно дало ей гигантские бицухи. Томас Пинчин. Радужная гравитация. Чувствуете, как проникновенно, как это вот цепляет, заставляет задуматься о противоречивости нашего мира. О, смотрите. Уже что-то, кажется, вырисовывается. Или я просто идиот, который вижу все подряд. Там буква S точно. А вот там I. S-I. I это Юджин. S это Сагас. Так что, да, это про меня игра. Это для меня все специально. Пойдем вот сюда. Или сначала пойдем наверх что-то узреть. Во-первых, обязательно нужно было сюда идти. Так как здесь, видите, какая-то солнечная панель. А это вообще выключено. А это не открывается. Оп, а еще один аудиожурнал. Понятие двух реальностей неудобно. И в последние десятилетия невероятные усилия были приложены, чтобы найти связь между квантовым миром и классическим, чтобы у нас была единая реальность, чьи законы и правила едины на более глубоком уровне. Это возвращает нас к молитвам. Скажем, молитва — классическое событие или типа того. Вы — уникальная личность. У вас есть конкретный запрос, который звучит языком, на котором никто другой не говорит в данный момент. Что, если это классическое событие обрабатывается на нелокальном уровне? Идея не кажется надуманной, потому что кажется, что связь между разумом и телом состоит из флуктуации на квантовом уровне. Если это так, то любая мысль, не просто молитва, имеет квантовые последствия. Дибаг Чобра. Духовная тайна. Слышит ли Бог молитвы? Часть вторая. Класс. Я рассмотрел окрестности, мне очень понравилось. Там какие-то кораблики, я увидел дальше. А в чем разница? Это или вот это? Что? Ни то, ни другое. Старт. Энд. Старт. Э. Есть. Какой я умный. Ай, молодец. Ай, молодец. Какой, боже мой. Опа, я вижу, 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 вижу. Аудиожурнал. Это очень важно. Очень важно это послушать. Срочно. Владелец судна собирался отправить в море поврежденный корабль. Однако он знал, что судно нуждается в ремонте. И он осознавал, что, возможно, корабль был непригоден. Совестливый старый капитан подумал немедленно, что его надо полностью переоборудовать. Хотя это должно ударить по его карману. Однако перед отплытием корабля он сумел подавить эти ненадоедливые опасения и сказал себе. Корабль благополучно прошел через столько путешествий, что было глупо предполагать, что эта поездка может пойти не по плану. Он доверился провидению. И изгнал из головы все неблагородные подозрения о честности судостроителей. И таким образом он приобрел комфортное убеждение, что его судно было совершенно безопасным и мореходным. Он смотрел на отплытие корабля со светом в душе, поощряя мечты о прибыли по возвращению из плавания среди членов экипажа. И он получил свои страховые деньги, когда корабль затонул посреди океана. Что мы скажем о нем? Несомненно, это то, что его вера в надежность корабля была оправдана, потому что это было основано на повторяющихся практических экспериментах, а не на высокомерных убеждениях рационалистов. Несомненно, он доверился инженерам этого судна. Но даже эта уверенность была неуместной, ибо это были такие же шарлатаны, пытавшиеся навязать ему позже безвозмездный ремонт. И большой корабль всегда пытается доминировать над маленьким парнем. Дальше мы можем видеть, что корабль — это религия. И путешественное корабле — Ричард Докинс. Товарищи по экипажу — эмпиризм, а ракушки — это неоклейтонизм. И капитаном того корабля был Альберт Эйнштейн. О чем, черт возьми, я говорил? Погодите, погодите, погодите. Я решил загадку, но не загорелось-то ничего. А, погодите, вот же еще, да? А это... Это загадка. Ты сможешь стать профи в шахматах, если любишь игру. Гроссмейстер Бобби Фишер. Очень... Да, это мудро, это мудро. Вот, смотрите, здесь еще одна. Мало того, что новичок не в состоянии видеть доску подобно мастеру, но и мастер не может видеть доску как новичок. Мастер не может видеть ладью на... Я ненавижу шахматы. Ой, извини. Я ненавижу шахматы. Я ненавижу шахматы. Гроссмейстер Бобби Фишер. Погодите. Че прикол? Ну, как мне... А, все. Ладья шлепнулась на эту штуку, и мы больше ничего не можем сделать с ней, да? Я не дослушал вот эту вот радость. Мало того, что новичок не в состоянии видеть доску подобно мастеру, но и мастер не может видеть доску как новичок. Мастер не может видеть ладью на Е3 как кусок хворостинки. Больше, чем вы можете смотреть на лицо своего лучшего друга и видеть бессмысленную матрицу цветов и форм. Мастер однажды увидел доску вот такой, но теперь нет пути назад. Международный мастер Стюарт Рэйчел. Поруганное искусство. Хорошо. Смотрите, все равно не загорелся провод без понятия почему. Возможно, нам нужно идти дальше просто. Идти дальше и изучать, и решать. Ведь игра-то не такая простая, как кажется. Оу! Мы должны фитиль нарисовать? Мы должны подбить все корабли! Вот это интересно. Вот это новаторство. Таких загадок интересных я еще не видел. Бабах! Проклятые пираты! Теперь вот, вот, вот это, да? Вот, вот такой вот. Нам же все их нужно подбить, скорее всего. По-любому. Воу! Четенько, четенько, четенько. Теперь следующий кораблик. Умри. Четко прицелились. Смотри, сейчас все. Бабах! Рах-бабах! Окей. Есть. Да! Вот это увлекательно. Все, мы подбили их всех. Я даже не знаю, нужно ли что-то еще бомбить здесь. О! Что-то явно произошло. Что-то открылось. Наверное. Я вижу, там еще какая-то хижина. Я не знаю. А, мы не можем, кажется, туда бабахнуть. Ну ладно, что-то... Стоп! Стоп! Идем в какую-то темницу. Опять хорроры здесь будут. О-о-о! О-о-о! Чнек! Закуска. Вот. Да, там же. С-е. П-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п. Слушайте, а мне так нравится это все здесь. Для меня это как будто бы естественное продолжение The Witness. Когда я могу так же всякие дурацкие головоломки порешать и покайфовать. Я кайфую, несмотря на то, что это забавно. Так. Старт. А-а-а! Погодите, это ре-старт, да. Мы делаем вот так. Хорошо, закрасили. Должна быть такая жирная, может быть, линия. Она просто стала черной, понимаете? И в этом вся проблема. Что если нарисовать сразу вот такую линию? Вот так вот. Чтобы они все соединились внезапно одной большой линией. Вот. Типа, это что? Это считается? Это еще не считается. Вот, давайте так сделаем. Вот сейчас вот так сделаем. Я помню, я помню. Мы сейчас точно решим. Вот мы делаем вот такую линию. Потом мы делаем вот такую линию. Ну, конечно. Но это же все так просто оказалось. А-а-а! Теперь нам будет все сложнее. Тут главное не запороть ничего. Давайте будем рисовать прямо рядом. Потому что неизвестно, где следующая буква появится. Вот так. Сволочь. Я очень стараюсь, ребят. Я не уверен, что сейчас получится. Интересно, чувак, сам ты хоть понимаешь, что он в итоге сделал очень прикольные загадки? Которые, да, начинаются с полного абсурда. Но чем дальше, тем их забавнее решать. Ведем. Да я тебя прошу, ну перестань. Ну все, хватит. А-а-а! Вот как сейчас понять, где появится? Все, мне хана, кажется, будет сейчас. Ну давайте попробуем. Другого-то варианта уже нет. Есть! Победа! Все! Ура! Ура! А это мы можем открыть, кстати говоря. Мы вышли в основную локацию. А здесь у нас что? А тут просто наверх идет. Да, ну все ли мы сделали? О, посмотрите. ПониТейл! Слушайте, это же прямо из Брейда. Спасибо большое, Мак Эдишн. Мы что-то должны нарисовать здесь явно. Ладно, сейчас что-нибудь седим. О, что-то я решил, что-то я решил. О! Он проматывает назад! Ох, как это круто! Погодите, очки. Старт гейм. О! Че? Че я играю? Слушай, какая-то крутая игра! Мне очень нравится! Эй, эй, эй! Быстрей! Нам нужно рекорд поставить обязательно. Или не обязательно, потому что здесь нет рекорда. Я могу что угодно набивать. Мне что-то за это дадут вообще? Усложняется, сволочь, такая. Эй, эй! Нет! Боже мой! Боже мой! Сложнее становится все! Стой на месте! Я тебя умоляю! 400 очков! Хорош! Мы продолжаем. Мы идем в какую-то следующую локацию. Здесь будет еще сложнее, наверное. Нет, все так же. Так же легко, как и было. Да, вообще суперлегка. А! Успел! Я успел решить. Черт! Нет! 475! Все! О! Нам нужно было набить какое-то количество очков по-любому. Здесь геймпад лежит, пульт, газировка. Опа, ты заново опять? Ты опять начинаешь мне тут? Кайф. Это все очень прикольно. Идем. Что, Мариш? Вот он, ящик! Ну что, давайте высунем его. Высвободим этот лазер. Не знаю, что у нас тут в этот раз будет. О! Давай, не стесняйся. Высовывайся. И... Вот сейчас тоже с каким-нибудь приколом, да, высуниться? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Крутится. Величава очень. О! Что-то там открывается. Боже мой. Что ж это будет? Коробочка поменьше. А оттуда сейчас что, еще меньше будет? Вот. Это очень смешно. Понимаете, но он как-то не туда стреляет, куда надо, по-моему. Может быть, тебя как-то повернуть? Повернуть-то и нельзя. Бо... Эй, брось! Куда пошел? Куда стрелять ты начал? Наверх. Прям в бога. А может тебе надо подрисовать что-то? Блин, нет. А-а-а! Этого я не видать. А теперь я как увидел. И что это надо? О, посмотрите. Оно начало что-то... Что это? Это-то что? Ты что есть такое? Оно продолжает еще что-то делать? А, оно направило в солнечную батарею. Луч. Ты закончила? Короче, я думаю, это все. Просто очень кривой механизм. И в итоге он сам себя пофиксил. Странными вот этими дополнениями. А здесь что за прикол? Только вот эта дверь. Окей. Давай попробуем ее открыть. Ого. Ого. Мы здесь были уже. Стопанка, мы же отсюда пришли, да? Мы отсюда пришли. А вот сюда мы ходили. И мы здесь были. И здесь включилось! О, начались все значки. Я помню их. Ой, боль. Они доставляли боль в свое время. Но и при этом очень много радости. Это какая-то странная нотка была. Мне не понравилось. Что-то не так. Как-то вот так, наверное. Все мы соединили. О, а если только корону соединить. О, нет, это будет очень сложно. Окей, ничего не работает. Я не понимаю. Видимо, нужно пойти где-то в другом месте найти подсказку для этой загадки конкретной. И мы сейчас пойдем спустимся. О, смотрите! Видите? Вон у шахматы доски есть еще... Я прям отсюда решил. Как так получилось? Что я там сделал? Как я тебя решил? Я каким-то образом издалека нарисовал здесь правильный путь. Да, загорелось. Загорелось. Смотрите. Теперь мы этот ящик откроем. Началось, началось, началось. Но тут же крыша. Тут же тент. Как ты сможешь? А ты вбок будешь выдвигаться. Да, ты же умная технология. Давай, покажи, как ты выдвигаешься. Пять тысяч загадок здесь. Начинаем. Ну, здесь же просто вроде бы. Или как, или нет. Или вот сюда. Или, кажется, вот так. Приятно рисовать. А это что такое? Меню. Детское меню. Я хочу чикенаги. И пиццу из тунца. Фу, 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 фу. Нет, странно. Тунец люблю, но пицца с тунцом что-то не представляю себе. Смотрите, неужели... О, мы, кажется, сейчас отворим дверь, врата в этот лабиринт. И посмотрим, что там. Мы там забудемся? Или, наоборот, найдем себя. Я не могу почему-то соединить. Вроде как соединил, но не соединяется. Какого дьявола? Дьявола-то какого происходит? О, соединилась. Открылась. Но там еще одна нерешенная загадка осталась. Мы, наверное, вернемся. Наверное, она самая последняя. Не зря же мы тот луч активировали, правильно? Это же не может быть просто так. Ради прикола. Здесь что? Музыка играет. А, это оттуда. Вот здесь по-любому загадка. Нет. Это часть меня, которая играла в The Witness. Которая соскучилась по The Witness. По тем первым впечатлениям. Хочет, чтобы здесь тоже была какая-то загадка. Но нет. Может быть здесь? Может здесь что-нибудь? Скучать по The Witness это все равно что-то скучать по детству. Я не очень скучаю по детству, если честно. Но по The Witness скучаю. Куда мы идем? Мы просто идем в никуда. Мы должны найти проход здесь. Так. Надо всегда идти влево, наверное, в лабиринте. Кто его знает? Где-то я это слышал. И почему-то засело у меня в голове. Что надо всегда идти налево в лабиринте. Кроме тех случаев, когда ты можешь пойти только направо. Или назад. Вот. Вот. Может где-то здесь. Прямо где-то вот рядом. К избе сейчас придем. А-а-а. Не. Вот я вышел к выходу. Только не в ту сторону. Вопрос у меня тут встал один. Есть ли здесь вообще выход в ту избу? Должен быть. Ага. Нам не изба нужна, а центр. Вперед. Направо. Налево. И мы выйдем. Ну, примерно понял, как идти. Сейчас я покажу вам, как проходить. Это спидран. Сразу вот после входа так. Оп. Налево. А вон. Оп. Сюда. Здесь нам нужно направо. Идем, идем. И мы оказываемся с краю. Вот. Самый край лабиринта. По-моему. По-моему. Пожалуй, ста. Пожалуй, ста. Будь ты проклят. Это есть. Мы зашли. О. Ангел и рыцарь. Что здесь? Свадьба какая-то? Здесь проповедник читает свои проповеди. Давайте осмотрим все лавки. Нету, нету ничего. Рисовать нельзя. Разве что можно рестартнуть. Это головоломка прямо вот здесь. Хорошо. Мы можем пройти только через корону. Вот. Нас обучают. Кайф. А здесь нам нужно пройти обязательно через все, да? Да. А здесь нам нужно выбрать либо песочные часы, либо... Че? Либо месяц? Хрень полная. Месяц и песочные часы. Месяц и песочные часы должны быть выбраны. Давайте звездочку. Давайте звездочку. А потом вот эту штуку. Я не понял. Че надо? Это неправильно. А вот это правильно. И это неправильно. А звездочка правильно. И звездочка неправильно. Хорошо. Могу тогда вот это правильно. Лопатка, звездочка. Лопатка и звездочка. Че вот здесь надо сделать? Вы думаете, я хоть что-нибудь запомнил? Давайте. Я так думаю, что надо просто каждый символ выделить по очереди. А что если сначала вот так, потом вот так, потом вот так? О! Зигзагом надо сделать было. Понимать. А, ну здесь все просто. Здесь мы идем через все. Вообще через все. Давай, давай, аккуратненько. Скосил. Но в итоге я сделал. Да чтоб тебе. Здесь выбора другого нет, кроме как через этот лепесток пройти. Да, это правильно. А вот это что такое? Вот так мы можем еще раз сделать? Нет, неправильно, идиот я. Вот так правильно. Ну, че, заново что ли идем? А, это же как бы Библия, в которой все написано. Мы просто еще раз обучаемся. Боже мой. То есть осталась одна последняя, самая главная загадка вон там. Вот там. И нам нужно будет ее решить. Я думаю, нам нужно записать. Точнее, сфоткать. Отлично, я вооружился шпорами и теперь готов решить это все. Смотрим. У нас очень много всяких символов. Все они очень символичны, разноцветны. И... Итак, где у нас есть месяц? После месяца всегда идет, получается, вот этот знак. Песочных часов. Хорошо. Сначала мы тогда цепляем месяц. А после песочные часы. А после песочные часы. Но должна быть сначала корона. Отмена. Стоп. Сначала тогда корона. Месяц. И песочные часы. Блин. Ну, не знаю. Ну, наверное, дальше... Дальше, наверное, должно идти... Вот эта штука. После чего идет эта лопата. Потом... Трехлистный клевер. Фак! Вот если мы за основу берем самую последнюю загадку, которая была написана в книге. У нас есть старт. Потом круг, которого здесь нету. Дальше идет луна. Месяц. Мы его задействовали. Дальше идет вот эта штука. Я просто попробую вот так сделать. А дальше идет корона. И нам нужно короне. Я правильно, да? Корона. И так. Как-то так. Ой, стар... Ой, я, кажется, запоролся. Но я надеюсь, что у меня получится здесь... Вот так вот. Не прикасаясь. Не прикасаясь. Не как пельки. Вот так. Пройти. До песочных часов. После этого у нас идет... Как раз таки. Эта штука и вот эта. Вот! Мы нашли решение. Я надеюсь. Я очень надеюсь. Если он не сработает, то, скорее всего, вот из-за этой фигни нужно было как-нибудь вот так это обойти. Ну, потом посмотрим. Потом решим. Потом рассудим. Главное сейчас дойти до конца. Сделать это. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я уверен, что здесь проблема именно в том, как я нарисовал. Нарисовал я очень уродливо. Рука дрожит. От напряжения очень сильно дрожит. Так. Нужно ли вообще все одним махом? Есть! Вот это победил. Вот это я победил. Куда я иду? Супер высоко. Здесь игра заканчивается в башне. Итак. С-И. Видите? Видите, здесь все-таки должны быть какие-то слова, да? О-о-о. Нет, погоди. Я не готов рисовать. А, что еще могу сделать? Только и рисовать. Все, что осталось нам. Старт. Конец. А-а-а. Нифига, как прикольно. Кстати, мы можем рисовать лишь... Мы можем соединить вот это вот? А хрена бы там. Асфальт мы тоже не можем использовать. Мы можем использовать вот здесь. Вот эти фонтанчики и дорожки. Фонтанчики и дорожки. Вот, как мы идем. Блин, как прикольно. Но ничего черного. Никаких черных штук мы не можем использовать. Вот сюда идем. Только по светленькому. Вот здесь специально. Видите? Как все продумано. Специально эти листочки здесь находятся. Вот прям специально, как будто бы. А вот дальше мы... Да, вот здесь. Вот здесь. Потом идем вот сюда. Рисуем. Уверенно черкаш делаем. А-а-а. И... И... Нет! Нет! Че? Че не так? Я не понял. А, может быть надо дорисовать как следует? Пычет! Издеваетесь? Сейчас мы закрасим эту тварь. Мы сейчас закрасим тебя. Где-то я явно напортачил. Где-то я не сделал соединения достаточно сильного. А, мы это сейчас подправим. А, вот же нет соединения. Вот его нет. Вот! Сделали! Обелиск знаний. Обелиск знаний. Гавни рефлексин. Гавни рефлексин. Гавни рефлексин. Ой, стоп, это огромный ху... Окей, да, все ради огромного члена, просто гигантского. Вот суть, бытия, истина, истина, все тайны мироздания скрываются в этом, в этом образе. Как проникновенно, проникновенно, очень проникновенно. Он проникает в меня, этот образ. Вот странно, но на удивление, этот чувак сделал очень прикольную игру, которая становится все интереснее и интереснее, загадки все увлекательнее. Я бы мог дальше пойти, и я бы с удовольствием в это играл, даже несмотря на то, что это всего лишь просто степ над одной крутой игрой. Крутая игра стебет другую крутую игру. Как-то так получилось, но, наверное, эту игру делает крутой именно то, что она, как бы, порождение The Witness. И тут уже понятна концепция, какую сторону нужно думать, чтобы развивать загадки. Понятно, над чем нужно смеяться и в каком ключе. А вот все-таки сделать игру, которая будет увлекательна, потрясающая, затягивающая, как The Witness, которая... Погодите, мы еще не закончили, мы еще не закончили. Так, чувак проснулся, у него матрица, скринсейвер. Черт, я был в коме все это время. Он пьет мочу. Кто бы это ни сделал, он должен быть компьютерным волшебником. Смотрите. Знак из Witness. Так. Хорошая стопка монеток. Я никогда вас не обижу. Посмотрим. Легко. Это пазл, запл, мейз. Что это? Задротская хрень. Задротская хрень. Вот это книга. Ха-ха. А, еще одна загадка перед отставкой. Нет! Он подсказнулся и меня просто выкинул. Он подсказнулся на банановой кожуре, сдох. Вот какой кошмар. Какой кошмар. Так, игра печально закончилась. И его не ожидала реинкарнация, как вот нас в The Witness. Так, что я говорил. Крутая игра, короче. Вот, что я сказал. Очень классная игра The Looker. Зыритель. Зырит в корень, вот я так вам скажу. Огромное всем спасибо, что позырили. И поставьте лайки, если вам понравилось. А также подписывайтесь на канал. Вступайте в мои соцсети. Подписывайтесь на мой Discord. Вот он там внизу. Прямо обязательно подписывайтесь. Вступайте в мой Telegram. Тоже будет в описании. И заходите на мой канал, который публикует своего рода выжимка из всех видосов. Заходите вот сюда. Можете прям подписаться. Прямо вот на видос. Прямо вот сейчас заходите. На своем был Юджин. И всем пять! Субтитры сделал DimaTorzok